Спортивно-туристический слет тропа Берендея имеет богатую историю. В нем участвовало не одно поколение одинцовских школьников. Главная цель – приобщить начальные классы к основам туристической жизни, чтобы даже в экстремальных ситуациях на природе ребята смогли обезопасить свою жизнь и помочь тем, кто рядом. Начиналась эта идея еще садоэт-турист. Мы, когда приняли это здание, подхватили эту идею, нам это очень тоже понравилось, нам это самим очень близко. Мы решили не прекращать эту традицию и продолжаем работать в этом ключе. Мы ведем направление туристическое. Начальная школа тропа Берендея – это первый туристический слет в учебном году. В октябре у нас будут проводиться лесные тропы для детей среднего школьного возраста. И весной у нас лесная школа для детей старшего школьного возраста. Перед началом похода строгая жюри проверила готовность команд. Снаряжение, одежда, обувь, аптечка – все должно соответствовать. По маршруту от улицы Чикина до гущей Подушкинского лесопарка было выставлено пять контрольных пунктов, которые для начала нужно было найти по карте. На первой точке судьи проверяли смекалку и сообразительность ребят. Из множества предметов нужно было выбрать только те, которые необходимы в походе. Сейчас мы находимся в самой чаще Подушкинского леса. Вместе с ребятами из девятой школы мы выполняем очень непростые испытания. Первым с заданием мы справились успешно, набрав 10 баллов из 10 возможных. Что нас ждет дальше, мы не знаем. Все испытания были разработаны и проведены профессиональными инструкторами по детско-юношескому туризму. На втором испытании ребятам пришлось показать знания природы, выбрать из предложенных карточек с картинками только съедобные грибы. Это задание далось сложнее. Жалко, мы проиграли съедобные, несъедобные. А так 10 баллов взяли на собрать рюкзак. А на третьем пункте проверялась ловкость и физическая выносливость школьников. На последнем контрольном пункте нужно было как можно быстрее собрать и установить палатку. С этим заданием команда девятого лицея справилась достойно. Затем все команды направились к финишу, то есть обратно на базу. Впечатления от соревнований у ребят самые разные. Мне больше всего понравилось там, где мы лазили на веревке. Но был единственный минус, что нас заставили тащить всю эту тяжесть, хотя она не пригодилась. А так было очень интересно. И мы так радовались, некоторые из ребят, когда видели мухоморы. Со мной кто-то рядом шел, говорили, о, мухомор нашли. Мне больше понравилось, когда мы лазили по веревкам. И вот, мне тоже не понравилось этот тяжесть носить, потому что не понадобилось это. Было очень интересно. Мы знали много нового, что можно есть лесу, а что нельзя. И если мы попадем в лес, уже будем знать, что там делать и как прийти назад. Ну мы спортсмены, нам в принципе уже привычный лес. Да. Это как дом наш. Мы всегда в лесу тренируемся. Победитель будет определен в скором времени. После того, как судьи тщательно перепроверят и подсчитают баллы. Дарья Киреева, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.